Добрый день, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на канале СОВАЛМАШ. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. И сегодня очень интересный вопрос, Дмитрий Александрович. Добрый день. Интересуются, а какая работа идет с потенциальными заказчиками? Потому что в новогоднем выпуске на площадке непосредственно Валабышева, вы сказали о том, что проект перешел на новую фазу, и вы теперь плотно взаимодействуете с бизнесом. Вот так ли это и такое взаимодействие сейчас происходит? Какая работа. Плотно, плодотворно. И она не прекращалась, просто она перешла в другую стадию. Потому что вот некоторые контакты у нас идут с девятого года, 2009-2011 года. Вот, потому что, ну, наивно полагать, что серьезный бизнес, вот, Пах прочитал. О, я сейчас пойду с ним работать. Нашел. Срослось. Нет, такого не бывает. Присматриваются всегда друг к другу. Наблюдают динамику, что происходит, как происходит, что куда меняется, сверяются позиции. Потому что в прошедшем времени все меняется динамично. Там, там, там в мире. Вот, конъюнктурные вещи происходят там всякие. Вот, и поэтому уточняются позиции, уточняются формы сотрудничества, взаимодействия, видение, понимание. Потому что это не так, как вот сидишь дома, моего хлеб кончается. Пойду хлеба куплю. Магазин. Ну, а теперь представьте ситуацию, да, когда не было еще такого производства хлеба, когда зерно выращивалось, мельниц не было, да, когда там камешком терлили, как угодно, да, шло становление. Пока не поставится, ты же... Никак. Современные продукты не получишь. Потому что они, опять-таки, суть продукта, этого сложных технологических переделов, полученных с помощью сложнейшего технологического оборудования, техпроцессов и так далее. Любой современный продукт. Даже тот же помидор, который доставлен целеньким, непомятым, это тоже определенный технологический процесс, обеспеченный определенными технологическим оборудованием, возможности организации труда и так далее. Здесь даже стоит учитывать простой момент. Если продукт импортный или экспортный, в другую сторону, скажем так, то процесс организации логистики, доставки этого продукта из пункта А в пункт Б так, чтобы он был не испорчен, это непростое занятие. Очень непростое. А ведь если учитывать еще таможню и возможность на ней задержаться, это вообще отдельная тема. Да, извините, потому что нет ключевшихся от всего этого дела. Вот поэтому все это процесс не вот мгновенно возникающий, это процесс, который развивается динамично. По мере продвижения проекта динамика нарастает. Количество контактов нарастает, сложность переговоров нарастает. Переговоры становятся более предметные, насыщенные. Вот проясняется целый ряд требований к технологическому оборудованию. Тогда появление лаборатории, да, то она перевело в иную несколько плоскость на новый уровень. Потом лаборатория иногда работалась, да, оснащалась там, все процессы связаны с метрологией, с аттестацией и так далее. Это еще, 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 еще. Это целый процесс появления технологического оборудования, возможность изготовления образцов машин и так далее. Это вот приводит переговоры в совершенно иную фазу, совершенно иную фазу и на совершенно другой уровень. О чем конкретно мы разговариваем на переговорах и с кем конкретно, я, естественно, рассказать не стану. Но переговоры предметные. И масштабность решений и последствия вот этих решений, они достаточно серьезны. И не только для проекта. И наивно полагать, что вот проект – это вещь сама в себе. Нет. Оно в конечном счете отразится на очень многих людях, потому что, ну вот представьте, допустим, мы договорились к производству какого-то некого продукта. Значит, этот продукт будет производиться. Значит, это приведет к движению определенной финансовой потоки. Это приведет к перераспределению на рынке труда, сырья, оборудования и так далее. И потом в итоге на рынке появятся новые продукты. Если не так просто, все уже достаточно сложно. Поэтому проект приводит в движение сейчас очень большие силы и масса. Поэтому вот вкратце рассказать не расскажешь. В общем, тоже не расскажешь. И ведь еще в чем дело, что переговоры, не все переговоры завершатся заключением сделки. Вот на данном этапе. Потом да. И еще один нюанс такой. Я не думаю, что вот кто-либо захотел бы, что вот те разговоры, которые вы ведете приватно, конфиденциально, были потом кем-то и рассказывали. Это же ненормально в бизнесе, это ненормально. Но ведь это не только в бизнесе ненормально, это в целом. А бизнес? А бизнес так тем более. Поэтому, допустим, то, что мы рассказываем о проекте, то, что можно рассказывать, то рассказывается. А вот там, где уже вступают в правила другие, в игру другие правила, тут они уже вступили и тут уже нет. Нельзя заниматься такими вещами, что вот. Но одно могу сказать, что результаты этих переговоров, они будут со временем известны, ясны, понятны. И вы о них узнаете. И насколько они были своевременны, насколько они стратегически были правильны. Но можно только предполагать с того, что мы делали раньше. Ну, вот пример такой. С блоком мы горшки побили, теперь государство бьют. Но это же не из-за нас произошло. Да. Конечно, не из-за нас. Но, тем не менее, да. Значит, правильно шаги сделали? Правильно. И точно так же и другое. Потому что многое, многое, да. В проекте не рассказывается, не говорится, почему. А зачем? Оно вот было, оно прошло, да. Главное – результаты. А технология, методология, как они достигались – это уже отдельный разговор. И это уже не разговор для широкой публики. Точно так же, как общий баланс по предприятию есть и так далее. А если вы хотите по пунктам – это уже отдельный разговор. Потому что никто не покажет, какое оборудование закупалось технологическое. И фирма-производитель, и так далее. Да никто вам никогда… Ну, сходите на тест, они вам расскажут. Подробно. Да. Куда и как идти. Догонят, добавят. Ведь, на самом деле, насколько я понимаю, чем бизнес сложнее, тем переговоры обретают совершенно другие свойства. Очень сложно. Взять какое-то мелкое предпринимательство, скажем, булочное, пекарня, шаурмешное, в конце концов. Ведь даже здесь у каждого предпринимателя есть свои… Да, шаурмешное. И об этом не распространяются. А что уж брать более глобальные вещи, которые могут влиять на экономики разных стран, скажем так. Да. Поэтому даже такая простая вещь. Вот стоит оборудование, да? А как взяли, на каких условиях, у кого, чего и так далее, да? Мало того, что вот даже когда ты хочешь сделать, да, и понимаешь, что тебе надо, но ты даже название пороги правильно не можешь сформулировать. Да. Даже если ты специалист, потому что вот такой нюанс, вот штамп для высечки пластин статора и ротора. Поэтому эти процессы, они интересны, конечно. Может кому-то представляет интерес, может кто-то хочет научиться, либо еще что-то сделать. И интересуется этим именно в контексте вот таком. Но никто об этом не станет говорить. Очень часто некоторые, я не побоюсь этого слова, обвинители, которые пытаются обвинить всех и вся во всем, в чем только можно и нельзя, они используют следующую риторику. Они говорят, вы должны, вы должны были показать, вы должны были сделать, вы должны были вот. И вот начинает вот это, ну фактически грузило, я прошу прощения за мой французский. То есть вот это очень распространенный подход и почему-то многие, ну скажем так, проходящие мимо люди начинают цеплять эту волну и вот должны, должны, должны. А на самом деле, если разобраться, кто чему и как должен. Здесь уместно было бы сказать, прежде чем заявить о том, что другой должен, покажи свою налоговую декларацию. Уполтил ли ты все налоги? Да. Вот, и мы должны родителям, мы должны государству, и мы должны партнерам, своим, но что касается партнерам, бизнесам, наш долг и долги прописаны в соответствующих документах. Либо в договоренностях, которые мы достигли, даже устные, потому что устные договоренности должны выполняться более педантично даже, чем письменно. Иначе тебе не будет веры, тебе не будет веры. Потому что, ну, не все можно прописать на бумаге. Если ты ведешь себя по-другому, ну, можно вести себя по-другому, можно устроить жесткий бизнес, но это не на долгую перспективу. Это на долгую перспективу не работает. Если ты хочешь работать на долгую перспективу, ты должен быть надежным, безусловно, надежным партнером для других. И когда человек заявляет, что кто-то кому-то должен, основание к долгу – договоренности, либо документ. А твои собственные представления, ну, вот вон эти самые сейчас считают, что везде должно быть сорок восемь полов. Господь сотворил нас по образу и подобию своему, а из ребра сотворил женщин. Иного не творил. Поэтому во всем другим обязательствам обращайтесь к тому, кто вот остальные вот эти сорок восемь минус два, сорок шесть полов сотворил. И если ты декларируешь то, что тебе кто-то что-то должен, то могу сказать, что никто тебе ничего не должен. Да, не нужно своей фантазии выставлять за общепринятые факты. Поэтому, если ты полагаешь, то так должно быть. Ну, это твои полагания. Ну, ты должен и хочешь жить там при коммунизме, либо еще что-то, хочешь жить на Западе – ну, езжай на Запад. Живи. Раньше кричали, нас туда не пускают, пожалуйста, пускают, езжай, живи. Это в свое время я, ну, такая вещь, я бы вот всех этих орущих и опящих отправил бы к такому господину Кравчуку. Вот эта тварюка страшная, да? Подлюка, извиняюсь за выражение. Говорит, подлюка, землю давай. Чего? Я какой-то подлюка. Подлюка. Лег сажать буду. Ну, вот так вот он пробрался в партию, а при этом рассказывал потом, когда он стал президентом, как он с матерью тормозки таскал там покушать этим бандюкам в лес набрать им в лес. Так вот он что сказал? Говорит, вы что думаете, мы с Россией, вернее, с Европой просить будем? Мы будем требовать, а не нам должны, за развал Советского Союза. И мы с ними об этом договаривались. Долго вернули. Была богатейшая республика, имела все, да, в изобилии. И так, бессловно, просрали. Это вот то, что происходит с теми, которые говорят, что им кто-то что-то должен. Уважаемые коллеги, зрители, никто вам ничего не должен. Если вы будете исходить из того, что вам кто-то должен, вы будете себя ощущать все время несчастными людьми. И вот я считаю, что мне никто не должен, я должен. Я должен сделать проект. Почему? Потому что людям обещал. Я должен сделать его рентабельно. Почему? Потому что обещал, что проект будет дивиденды выплачивать. И так далее. Это мои долги. Это вот здесь вот, да? Прописано. И вот здесь. Все. Я должен. Но я никому не говорю, что мне кто-то что-то должен. Вы слышали такое, что я говорил? Мне кто-то что-то должен. Я могу одно сказать. Если бы мне вернули все то, что должны, то я бы сам зафинансировал проект. До конца. Ну, я в бытность работал в свое время. В советские времена. На предприятии. Меня недолюбливали. Знаете, за что? Интересно. Элементарно простые вещи. Первое. Это за то, что у меня всегда можно было взять в долг. Второе. Это за то, что я подписывал подписку в периодическом издании на сумму, превышающую, значительно превышающую месячную заработную плату. И третье, если когда кто-то умирал, несчастные случаи были, я скидывался на серьезные деньги. Мне говорят, что ты делаешь? Я не понял, а какие ко мне претензии? Я говорю, вот вы вместе с ним пили. Да? Да? Скидывались на бутылку там вот это попить, да? Потом вот, погиб человек. Высенький ли не я. И вы из-за чего вот так относитесь? Только, наверное, из-за того, что это вас оскорбляет. И вы бы чувствовали себя более комфортно, если бы я сделал то же самое, как и вы. Почему? Потому что, ну, это как-то не выделяет. А когда так, то вам бы сделать то же, но жаба давит. Это вас унижает. Хотя это ваш друг, вы с ним вот упили. Вы на это, вы пропили, суммы на порядок больше. Это вас не смущает. И вот за это, за это, недолюбливают. Мягко говоря. Нормальное отношение? Да. Очень интересный подход. Так, а он же не поменялся и сейчас. И вот многие, которые сейчас на проект вот так вот заявляют, да, и хают, и прочее, прочее. Они ненавидят себя в проекте. Почему? Потому что они бы, может быть, тоже хотели, но с трусами. Они не пошли. Никто из них не рискнул поставить свое имя. Да все поставить на кон. Рискнуть с ним, да? Хотя, может быть, и хотелось. И вот то, что другие это сделали, это их оскорбляет. Вот в чем дело. Чувство самолюбия – дело очень тонкое. Вот это одна из основных причин и хейтерства, и все остальное. Вот такой ненависти со стороны некоторых авторов других проектов. Ну, то же самое на электротранспорте. Потому что они там сделали, там, ну, самокат, там, что-то, присобачили, считают это достижение. Но они не в серию никуда не пойдут и не испытают, ничего не сделают. Почему? Ну, нету этого. Ну, это можно было бы создать, но для этого надо поставить что-то на кон. что-то значительное для себя. А страх боится. И вот за вот этот страх, за боязнь… Да. Вот расскажу, какой случай произошел в армии. Ну, когда по поводной части там, ну, конкретно было с дедовщиной, со всем остальным. Ну, все это закончилось уже, молодых набрали, и двое со мной служили, когда это было. Вот. Угу. И потом я что-то с полигона вернулся, а они устроили этот перевод в Черпакову, там, и так далее, там, порку. Ну, я захожу и говорю, что вы творите? Я говорю, ты ж с высшим образованием, ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? А он на меня посмотрел, посмотрел, как вырубил ему, по-недлежащему, со всего духа. Думаю, ну, тут парень. А потом посмотрел, здесь вот сидят выпороты, уже на гитаре брончат, а эти в ожидании. Я так посмотрел, думаю, и в глазах видно, что сейчас на меня кинутся. И те, и другие. Ну, зашел в казарму, лег, и там один из молодых бойцов, грузин. И заходит этот казах, пойдем. Думаю, ну, он говорит, пошел ты, знаешь, куда? Я думаю, ну, кинься на него. Я ж убью вас сейчас нахрен всех. Он спокойно вышел. Не рискнул. Не рискнул. За шиворотом тыщить, либо еще что-то. Ну, вот это вот то состояние, когда вот эти сидели выпороты, да, и они готовы были кинуться за то, что они, сами у них воли не хватило сказать. Вы слышите, пошли вы знаете куда? Два, всего лишь два придурка, которых пороли. Удавили бы на месте нафиг. Там же целый рот. Ну, сорок с лишним человек. Отдельный батальон. Ну, в батальоне больше, но там в отдельном батальоне было. Вот она, натура. И я тогда понял, что люди больше всего ненавидят других именно из-за собственных слабостей. И вот человек сильный, самодостаточный, полный, он не будет себя так вести. Он не будет там, на других там вот рассказывать такие сказки, не болеться. Потому что у него нет возможности не реализоваться, ничего. Он бы хотел, но не ж мало. Спасибо за ответ. Пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч.